Друзья, всем привет! С вами Никита Дилы и добро пожаловать на Дары Кавказа. Продолжаем мы нашу карьеру, или можно считать, только начинаем ее вторая серия, потому что в первой мы ничего толком не сделали, собрали урожай, который у нас был по дефолту посеян. Ну а сегодня у нас много работы. Давайте посмотрим, что нам сегодня нужно сделать. В прошлой серии, друзья, мы с вами убрали 10-е поле. Собрали мы около 40 кубов пшеницы и сегодня нам нужно ее продать. Плюс, друзья, у нас осталась здесь соломка, которую тоже нужно отсюда собрать и продать. После чего мы объединим вот эти вот два поля и засеем их какой-нибудь культурой. И для начала, друзья, нам нужна техника. Для того, чтобы собрать солому, нам понадобится фуражный прицепчик. Я, кстати, спрашивал у вас по поводу того, какой техникой мы будем пользоваться, совковой или не совковой импортной. В общем-то, мнения разделились примерно поровну, поэтому что-то совковое у нас все-таки будет, но сильно упор на это мы делать не будем. В общем-то, ПТС-12, мой любимый фуражный прицеп с подбором. Он у меня используется на всех картах, во всех карьерах. В общем-то, здесь мы тоже его берем. Но сначала, друзья, мы его арендуем, поскольку денег у нас, как вы понимаете, нету. Нам еще кредит выплачивать. Поэтому берем вот это вот чудо в аренду. А также, друзья, нам нужно купить плуг. Его мы тоже возьмем в аренду пока что. Возьмем самый простой. Арендуем его также за тысячу. Ну и, конечно же, распределитель удобрений. Куда же без него? Его, в принципе, можно купить. Он у нас на 12 метров. В принципе, я думаю, какое-то время мы будем им пользоваться. 6 тысяч он стоит. Его мы покупаем. Разумеется, потом, когда будут деньги, мы выкупим всю эту технику. Но на первую серию возьмем пока что в аренду. Ну и в первую очередь, давайте, друзья, возьмем какой-нибудь трактор. И, например, Нью-Холланда. В первое время он стопудово будет моим любимым трактором. Привезем сюда с магазина наш прицепчик. Да, кстати, вот эту вот штуку, удобрялку жидкую, я все-таки продам. Она мне не нужна. Я очень не люблю пользоваться жидкими удобрениями. В общем-то, едем в магазин, забираем фуражный прицеп и ставим его в работу. В первую очередь, друзья, нужно записать маршрут на вывоз соломы. Для этого мы выстраиваемся на какую-нибудь точку. В принципе, давайте это будет вот примерно отсюда. Этот маршрут будет универсальный для 10-11 и потом, когда у нас будет 12-е поле объединенное для всех них сразу. Поэтому начинаем вот отсюда запись маршрута и поехали на наш сарай, где у нас покупают соломку. Так, друзья, что-то я сомневаюсь в работоспособности данного маршрута, но ладно, попробуем. Тяжеловато ему будет возить, он еле в горку поднимался с этим прицепом пустым. Я не знаю, что будет, когда в нем будет 92 куба соломы. В любом случае, сохраняем этот маршрут, обзываем его поле 10 солома прот, сбрасываем и генерируем маршрут на работу на 10-м поле. Одну поворотную полосу мы даже запустим сделать, почему бы и нет. Наверное, вот отсюда мы его сгенерируем. Соответственно, добавляем поле 10 солома прот и со стартовой точки запускаем все это дело работать. Пускай работает, надеюсь, все будет нормально. У нас же, друзья, тем временем стоит другая задача. Нам нужно, во-первых, привезти вот сюда вот семена и удобрения, чтобы нам было чем сеять, а также нам нужно продать урожай. Для этого мы будем использовать нашу МТЗшку, нашего белорусика, ну и, разумеется, телега, которая у нас есть. Сперва едем за семенами и удобрениями, потом, соответственно, пишем маршрут на продажу и отправляем все это дело продаваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, привезли мы семена и удобрения. Тем временем я обратил внимание, что маршрут, который мы записали на продажу, работает, имея в виду продажу соломы. Пришлось перегенерировать маршрут на сбор соломы, потому что он как-то хреновенько разворачивается. Я сделал его полностью круговым, так что пускай собирается. Ну а наша дальнейшая пшеницу. Для этого загружаем пшеницу в прицеп и смотрим, где же она у нас дороже продается. А дороже всего она продается у нас в порту. Туда влезет 300 кубов, у нас столько даже нету, так что можно все отвезти туда. У нас прицеп на 8000, всего 42 куба пшеницы, поэтому 5 раз мы туда съездим и продадим. Но, разумеется, запишем маршрут на курс плей. Начинаем запись маршрута, открываем карту, смотрим, как туда удобнее всего проехать. И, в принципе-то, все понятно. В общем-то, поехали. И на этом мы маршрут этот сделаем. Заканчиваем запись в смысле этого маршрута, сохраняем его, обзываем его как зернопорт, ставим транспортировку и продажу. Четыре раза ему нужно будет съездить, пшеницу вывести, запускаем. И все, этот товарищ должен нас не беспокоить, пока будет кататься. Вот этот товарищ наш закончил работу на маршруте, но надо вывезти ему, продать то, что у него осталось. Поэтому отправить сейчас мы кнопочку нажимаем и поедешь, друг, нет. В общем, не хочет он сам ехать, поэтому мы его выведем сами на дорогу и отправим. Маршрут этот работает, с ним все хорошо. В общем-то, пускай едет, продает. А мы пока возьмем вот этого трактора и с помощью него привезем сюда плуг и удобрялку. За один раз. Два инструмента сразу, вроде как, наперед ему можно повесить что-нибудь. В общем-то, опять-таки, едем в магаз. В общем-то, друзья, удобрялка ждет своего часа на базе. Наша задача сейчас объединить эти два поля и, как обычно, мы это будем делать с помощью курс-плея. Но сначала вручную нужно их немножко объединить, в общем-то, если можно так выразиться. Поехали, начнем с дальней стороны. Мне кажется, попроще будет там делать, там прямые края. Я не знаю почему, но мне кажется, что если мы сделаем так, то будет ровно. В общем-то, давайте попробуем, аккуратненько проедем первую полоску. А, ну, в принципе, нормально, пойдет. Все равно мы не будем особо обращать на это внимание. В общем-то, давайте тут полосочек пять, наверное, туда-сюда-обратно мы сделаем. А вот с этой стороны, друзья, будет определенно сложнее. Во-первых, нет компаса. Во-вторых, под углом и с GPS-ом у нас не получится ничего здесь сделать. Тем временем, кстати, приехал Нью-Холланд, но попозже мы его возьмем. И будет он мешать? А, он поехал заново собирать солому. Ладно, пусть катается. Ни хрена не соберет, но и ладно. А, знаете, вполне нормально получилось, поэтому все хорошо. С первого раза на глаз, глаз-алмаз. В общем-то, друзья, этого запаса, я думаю, должно хватить. Давайте записывать маршрут на объединение уже поля по курсплею. Для этого нам нужно проехать вокруг этого поля и на его основе мы уже составим маршрут на пахоту. Останавливаем запись, ставим разные полевые работы и генерируем маршрутик. Расположение старта ставим все, в общем-то, автоматически. Возврат на старт пускай будет нет. Генерируем маршрут и смотрим, где у нас начало. Начало у нас аж в обратную сторону будет. Вот так вот. Ну ладно. Соответственно, запускаем это все работать со стартовой точки. Плуг за пределы поля нет, разволачиваться в пределах поля да. Пускай, в общем-то, пашет. Вроде как у него все должно получиться неплохо. Вот этого товарища надо снимать с маршрута. Он тут 84 литра соломки все-таки насобирал, но это арендованная техника и мы ее возвращаем. А этот трактор пока что подготовим к удобрению. В прошлый раз, друзья, мы записали тестовый маршрутик на выгрузку зерна на нашей базе. Я вот не помню, как он идет. Да, вот он идет через пополнялку сейлок. А он, кстати, должен работать. Он нормально записан. Ну ладно, попробуем его потом. А пока что мы тогда ждем, пока закончится объединение полей. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, у меня тут случилось неприятное. Что-то начала прерываться запись постоянно. В общем-то, я не знаю. Надеюсь, что я это все дело пофиксил. Тем временем у нас уже полностью вспахано поле. И сейчас его нужно удобрить и засеять. Удобрять мы будем с помощью нашей удобрялки. Я, в принципе, его один раз уже удобрил. Это, увы, не попало на запись. И что самое приятное, вот этот маршрут все-таки у нас работает. Поэтому я, в общем-то, проверил это, когда первый раз его удобрял. Поэтому мы сейчас засыпаем удобрение полностью и выставляем наш трактор на удобрение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маршрут мы будем рисовать вот оттуда. Поле номер 10, 12 метров, расположение старта, бла-бла-бла, все как обычно. Возврат на старта и 5 полос. Нажимаем сгенерировать маршрут. И вот он вот такой красивый у нас получился. Кстати, 11-е поле, точнее 10-е, которое у нас первоначально было, первый раз почему-то не удобрялось. Надо будет разобраться, почему. После сборки урожая что-то оно не хотело. Я не знаю, может быть, какая-то фишка на этой карте есть. Ну и добавляем поле 10 база, маршрутик, дабы он съездил, пополнился. Если ему это понадобится, в общем-то, пускай этот товарищ работает. Я думаю, он быстро справится с этим делом. А мы тем временем переносимся в наш любимый Нью Холлот. Пока что наш любимый. У него задача засеять это поле соевыми бобами, так как мы пока что все это делаем на продажу. Нам нужны деньги рассчитаться с долгами, рассчитаться с кредитом. В общем-то, отсюда мы, друзья, генерируем маршрут. Без поворотных полос, просто вперед-назад, скажем так, по челночной системе. И добавляем туда маршрут на пополнение. Мы тоже проверим, как он работает. Поэтому я мало семян засыпал. И сейчас мы просто ждем, пока проедет первый круг наша удобрялка. А вот она, кстати, уже едет. И со стартовой точки тогда запускаем нашу сейлку. И вот, друзья, у нас закончились семена в нашей сейлке. И поэтому наше дело сейчас проконтролировать, нормально ли он пополняется. Кстати говоря, удобрялка уже поехала пополняться. Удобрялка пополнилась. Сверху 100% в ней есть написано. А мы сейчас проконтролируем, просто работает ли пополнение семян и удобрений. Они разъехались вроде, слава богу. Так, семена пополняются. Это прекрасно. Пополняются ли удобрения, тоже хороший вопрос. И удобрения пополняются. Все замечательно. Все прекрасно. Ну и, друзья, на этом у нас все. В следующей серии мы соберем урожай и, наверное, его продадим. Посмотрим по деньгам, что у нас и как будет. И каким-то образом будем развиваться дальше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. У нас начинается второй сезон по свапу Агро. Подписывайтесь на лайв-канал, там стримы и все такое. Вступайте в группу ВКонтакте, дабы не пропускать уведомления о стримах. Подключайтесь к нашему каналу Дискорд. Играйте и общайтесь с нами. Ссылки на все есть в описании. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова